Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Олежков Илья, я инженер компании Aureiga, работаю в Нижегородском офисе. И сейчас вам расскажу о том, как добавить возможность в ваши существующие проекты, возможность по захвату видео. Кому это вообще нужно, захват видео? А дело в том, что это нужно прежде всего игрокам, если мы говорим об играх и о пользователях любых приложений. Игроки действительно любят повторы, они любят смотреть какие-то сложные места, они любят лайкать видео, они любят их расшаривать. Это сегодняшний тренд. Появляются социальные платформы, которые позволяют это делать с удобством для разработчиков. Я вам расскажу об инструменте, который позволяет все очень упростить, но он не является социальной платформой, как некоторые другие аналоги. Этот инструмент называется Intel Indie Media for Mobile. Я сейчас рассказываю конкретно об Android и Unity, но хочу, чтобы вы понимали, что из этих трех величин Unity и Android заменяемы. Вы можете сделать игру на KCOS 2D под iOS или нативное приложение под WinRT, но вот компонент Intel Indie, он останется и позволит вам добавить эту функциональность. Перейдем конкретно к Android и к Unity. Что вам потребуется, чтобы добавить этот функционал? Вам потребуется изменение вашего проекта на Java стороне и на стороне C Sharp. В Unity можно кодить на нескольких языках, я расскажу о том, как это делать на C Sharp. После установки Intel Indie вы копируете в проект всего лишь два jar файла, потом копируете два Java класса. Вот это вот все можно не запоминать, потому что в конце я приведу ссылки, где можно скопировать код этих файлов, код файла для сборки, потому что Unity не умеет собирать ваши Android классы. Также вам придется добавить в ваш манифест два permission для того, чтобы записывать видео, если вам нужно записывать видео в ваших повторах, и для сохранения видео файлов. Как видите, здесь все достаточно просто. Когда вы скопировали код C Sharp скрипта, вы можете посмотреть, как он устроен. Он устроен просто, это работа с помощью Java native интерфейса с Java классами. Если вы никогда не пытались связать код Java и код C Sharp в Unity, то вот этот пример послужит хорошим уроком, как это легко делать. Модификация этого файла в вашем проекте не потребуется вообще. Существует два способа для того, чтобы добавить функционал. Один работает в Pro-версии Unity, один работает в бесплатной версии Unity. Слева тот, который работает в Pro-версии и основан на полноэкранных эффектах. Он проще, он надежнее. И существует способ для того, чтобы обойти ограничения, потому что в бесплатной версии Unity нет возможности использовать полноэкранные эффекты. И у него есть некоторые другие недостатки. И главный из них, что начиная с Unity 4.5 этот способ вообще перестал работать. Так что лучше покупайте Pro-версию Unity. Но этот недостаток небольшой. Если студия делает коммерческие проекты, то у них существует лицензия. И о втором способе они могут даже не думать. Но у вот этого способа с полноэкранными эффектами есть другой недостаток. Он не позволяет в видео записывать графический интерфейс, сделанный с помощью встроенных средств Unity. Но, как правило, в коммерческих проектах используются более сложные фреймворки для создания интерфейса. И это тоже не проблема. Но этот способ позволяет записывать любое в скрин-рендеринг, тени, отложенное освещение, другие постэффекты. Этот способ стабилен. Он работает, начиная с версии 4.2 до версии 4.5. На последних бетах 4.6 не проверял. И на Unity 5 пока тоже. Как отражается это на производительности игры? Естественно, отражается. Но это зависит от устройства, зависит от вашего контента. И наилучший способ, который я могу посоветовать, это адаптивный рендеринг. Когда вы смотрите, насколько FPS просел и изменяете что-то в игре. Отключаете какие-то сложные шейдеры, какую-то сложную геометрию. И только вот такой вот подход позволит вам сделать игру плавной в момент записи. Вот обещанные ссылки. Первая ссылка – это сам этот инструмент. Он кроссплатформенный. Вот такие сценарии вы можете реализовать на Windows RT, на iOS и, естественно, на Android. Следующие две ссылки – это статьи о том, как это очень все подробно делается. Вы можете просто копировать оттуда код и использовать. И моя почта, чтобы задать вопросы. Вопросы, пожалуйста. Игроделов тут немного, видимо. Все, тогда спасибо за доклад. Спасибо.